Приветствую всех, кто меня видит. В данном видеоролике я буду рассказывать о том, как сделать аккуратный силиконовый шов. Очень многие мои коллеги и заказчики часто жалуются на то, что с силиконом очень трудно работать. На самом деле, если вы знаете простые правила работы с силиконом, то все происходит очень просто. Где применяется силикон? Силикон применяется в санузлах, на кухне, примыкание ванной плитки, примыкание унитаза и пола, примыкание инсталляции. Поле деятельности для силикона очень большое, поэтому сейчас я расскажу о технологии. Значит, наносится с помощью обычного пистолета. Телекон продается в таких вот тюбиках. Большинство производителей силикона всегда синхронизируют, значит цвет фуги совпадает с цветом силикона. Силикон наносится при помощи таких вот шпателей резиновых. Самый ходовой шов это шов вот такой формы, треугольный. Для формирования шва чаще всего я использую шестерку. Самое главное правило в работе с силиконом, это то, что силиконовый шов формируется с помощью мыльного раствора. Представим, что это у нас стык плитки и нам надо сделать обычный классический шов. Для этого мы поверхность, которая будет силикониться, очищаем, обезжириваем. Что мы делаем следующим образом? Наносим силикон. Силикон можно наносить с запасом. Лучше нанести больше, чем меньше. Под рукой всегда важно иметь какую-либо тряпочку или чаще всего используют бумажные полотенца или туалетная бумага. После того, как мы нанесли силикон, берем обычный мыльный раствор, распыляем сверху поверх силикона. Также прыскаем на шпатель. После этого совершенно спокойно снимаем излишки силикона. Шов готов. Получается идеальный абсолютно без изъянов шов. Если у вас нету таких шпателей, то шов можно сформировать просто пальцем, но он будет тогда круглый. Чем плох круглый шов, что у него вот эта вот кромка, со временем, после того, как он высохнет, она за счет того, что она тонкая, она быстро начнет отслаиваться. А треугольный шов, он делают кромку толстой и поэтому шов будет долговечный. Поэтому я рекомендую делать шов треугольной формы. Проходим внутренний угол. Для этого наносим силикон. После этого брызгаем мыльный раствор. Также брызгаем мыльный раствор на шпатель и формируем внутренний угол. Если не получается с первого раза, еще раз побрызгали и снимаем второй раз. Если где-то испачкали силиконом стену, плоская сторона шпателя легко излишки силикона можно снять. Я думаю, что с формированием силиконового шва с помощью мыльного раствора все понятно. Значит, технология очень простая. Сейчас я расскажу еще об одной технологии, как можно сформировать аккуратный шов из силикона при помощи малярного скотча. В каких случаях она используется? Она используется в тех случаях, если нельзя распылять раствор. Допустим, стык покрашенного откоса и окна. Там нежелательно распылять мыльный раствор на окрашенный откос, потому что он просто испортится. Также стык плитки и шпатлеванного потолка в ванной. Поэтому многие мастера применяют обычный малярный скотч. Тут технология уже отличается. Для начала надо приклеить малярный скотч на предварительно очищенную поверхность. После этого мы наносим силикон. Здесь уже надо силикон наносить аккуратно, стараясь нанести как можно шов аккуратнее. После этого избыток силикона мы убираем пальцем. И затем сразу же отрываем малярный скотч, потому что если это не сделать сразу, то силикон застынет и шов уже получится неаккуратный, рваный. После того, как мы оторвали скотч, мы тоже получаем аккуратный силиконовый шов. Сейчас я покажу одну из самых распространенных ошибок при нанесении силикона на угол. Что будет, если силикона нанести мало? Или где-то пропустить. При формировании шва получается ямы. Эти ямы уже обрызганы мыльным раствором, поэтому с помощью шпателя равномерно разгладить силикон уже не удастся. Поэтому наносим силикон всегда с запасом. Еще одна очень популярная ошибка, когда наносится силикон. После того, как шов сформирован, проходит некоторое время, вам что-то не нравится и начинают пытаться пробовать поправить пальцем. Соответственно, шов сразу уже теряет свой эстетический вид, потому что пальцем очень трудно разгладить силиконовый шов. Плюс ко всему, часто еще возникает такая ошибка, когда сразу наносится силикон на очень длинную поверхность. Допустим, сразу там 3-4-5 метров, и вы просто не успеваете обработать силиконовые швы. Он заветривается и после того, как вы проводите значит по силикону шпателем или пальцем, образуются бугры. То есть верхняя пленка сворачивается и уже шов становится некрасивый. Сейчас на примере этого санузла я покажу на практике, как сделать силиконовый шов. Силиконить будем ванну по периметру. Предварительно я все очистил, протер и обезжирил. Использовать буду такой вот шпатель резиновый шестерка. Шов у нас будет треугольный. Наносим силикон на стык ванной плитки. После этого обычный мыльный раствор распыляем на силикон. Также на шпатель. И после этого излишки снимаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Шов получается без каких-либо изъянов. Спасибо за внимание! Надеюсь, мои советы были полезны. Если вам понравилось, не забываем ставить лайк, подписываемся на канал. С вами был Павел Сидорик. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!